Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео. Видео будет довольно таки интересное, сегодня мы обсудим будущее глобальное обновление, когда оно выйдет и что там будет. Я думаю это довольно таки интересно будет, потому что я увидел, что некоторые ютуберы записали на эту тему видео, и я решил почему бы мне тоже не записать, как бы мне есть что высказать, рассказать свое мнение там и так далее. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но перед этим хочу напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе, капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере, также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там фоточки из моей жизни, видео и так далее, поэтому ссылка на инстаграм будет в описании, кто желает можете подписаться. Ну что ж, вчера в группе проекта Мазин Холли Плей опубликовали интересный пост, что-то написано, вы будете это видеть на экране, но я вам прочитаю. Решили рассекретить для вас наши некоторые старые и не очень материалы с разработки и тестирования игрового мода. Зима не скоро, а вот глобальное обновление очень даже. Скоро тизер, а также более подробные видеоролики о том, что изменится. Ну в принципе это все понятно. Здесь они еще представили 7 скриншотов, которые мы сегодня посмотрим и попробуем их разобрать. Довольно-таки все интересно, но начнем с того, что как бы начнется новая эпоха, так сказать, Амазинга. В каком плане? В том плане, что Амазинг перейдет на новую версию Кремляной России, а именно версию 0.3.7. Это новая версия Кремляной России. Сейчас проект находится на версии 0.3.е. Это старая версия, самая первая. А на 0.3.7 больше возможностей, можно изменить карту там и так далее. Я думаю, все это понимаете. И лаунчер будет обязательный теперь. Да, пацаны, я сам держался до последнего и играл только через мультиплеер. Но уже третий день я играю с лаунчером, потому что с ним можно рулетку забирать, x2 там и так далее. Как бы да, лаунчер удобный. С ним попроще будет, особенно новым игрокам, которые только начали играть на Амазинге, либо только начали играть в Кремп. Для них это будет очень удобно. Но я просто привык играть с заменками там, с заменками дорог, с заменками всяких вещей там, машин и так далее. Ну а с лаунчером этого сделать нельзя будет, поэтому для меня это минус. Ну а так, лаунчер довольно-таки в последнее время нормально работает. Так, давайте разберем первый скриншот. Первый скриншот у нас получается в Южном на 8 бит. Из изменений здесь только вот такое вот красивое небо. Ну, скорее всего, это стандартный ENB Кремль на России 0.3.7. Стандартный ENB, который будет работать, скорее всего, у всех. Либо его можно будет включить, выключить там и так далее. Из изменений я вижу, что нету забора, нету забора вокруг 8 бит и нету забора, как ехать в сторону там моста Южного. Тоже нету забора. Следующий скриншот один из самых интересных, потому что здесь нам показывают новый спидометр. Новый спидометр и не только. Но давайте сначала разберем спидометр. На спидометре у нас будет показывать пробег, бензин, здоровье машины, то есть ХП машины. Километраж. Будет аккумулятор, походу, я не знаю, просто молния нарисована. Цвет фар будет закрыт, открыта машина. И также будет чек. Чек, я не знаю, с чем это будет связано. Возможно, когда у вас будет, типа, маленькая целостность, то этот чек будет как-то работать и мешать вашему передвижению. Возможно, как-то так это будет работать. Но это еще не все. Как мы видим, на заднем плане видно туннель. Туннель, который не закрыт, по которому можно проехать. Как я понял по местности, этот, получается, туннель будет находиться недалеко от Батырева. Потому что вдалеке видно тот самый лес Батырева. Ну, который находится возле озера. И, скорее всего, этот туннель будет везти в Батырево, либо в Арзамас. Я точно сказать не могу. Но туннель есть, и это очень круто. Потому что на Мазинге туннеля вообще нету, по-моему. Ну, только тот, который в Южном, идет через, получается, гору. Только такой туннель есть, и все. А так будет новый какой-то туннель. Будет какая-то дорога. И это будет, мне кажется, очень круто. Так, следующий скриншот, получается, это у нас в Батырево. Именно. Именно в Батырево, я так понял, будет новая карта. Потому что, видите, на заднем плане видно озеро. А это озеро шло там мало куда. Оно было вообще очень маленькое. И заканчивалось непонятно как. Ну, а теперь оно будет идти дальше. И оно будет расширенное такое. И через это озеро будет идти железная дорога. Я надеюсь, что они сделают так, что эта железная дорога будет работать. Сейчас на Мазинге есть работа машиниста. Но, как бы, путь всего лишь идет из Южного, получается, до Лыткарина. А если будет поезд ездить по всей карте, то это будет реально очень круто. Следующий скриншот у нас, получается, тоже Батырево. Но здесь я, честно, изменений никаких не увидел. Абсолютно, как бы, вообще, просто обычный скриншот. Я не знаю, в чем здесь сделан упор, типа, потому что, ну, изменений вообще не вижу. Серьезно, я не вижу изменений. Как бы, даже вон там виднеется шлагбаун, получается, чеченской мафии. То есть, фракция там все равно какая-то будет. Что здесь я должен увидеть, я, честно, не знаю. Поэтому, давайте перейдем к другому скриншоту. Итак, следующий скриншот у нас, наверное, самый просто интересный. Самый такой крутой. Который, который дает знать, что будет что-то прикольное и крутое. Это у нас, получается, атомная электростанция. Как я понял, Чернобыль, вроде бы как, но похоже на Чернобыль. Реально очень похоже. И находиться она будет, как я понял, по местности тоже недалеко от Батырево. Потому что вот видно эту трассу. От Южного в Батырево этот поворотик видно. И видно железную дорогу, кстати, которая будет идти, видите, через речку. Которая шла через Батырево, я вам показывал. И вот она, видите, дальше идет. Тоже, получается, она будет идти в Южный, я так понял. Короче, непонятно, куда будет идти эта железная дорога. Но то, что она будет по всей карте, это реально круто. Здесь мы видим атомную электростанцию. Что с ней будет, я, честно говоря, не знаю. Лучше бы они показали ее полностью в виде. Скорее всего, там будет какая-то работа для новичков. Типа, переодеваешься там в костюм какой-то от радиации. Идешь там в купол этот, собираешь там что-то и переносишь куда-то его. Возможно, это будет просто работа для рыжиков. Возможно, это будет какая-то фракция. Я не знаю. Предположений много, но точно сказать вам не могу. Что там будет? Следующий скиншот у нас просто стоит персонаж. Напротив него находится 8 бит. Здесь тоже я изменений не увидел. Типа, просто 8 бит. Просто Южный. И здесь ничего нету. Даже вдалеке ничего такого нового нету. Вообще абсолютно. Просто нету забора возле 8 бит и все. Итак, следующий скиншот. Тоже на 8 бит. Почему там очень много скиншотов на территории 8 бит. Я не знаю, с чем это связано. Но реально где-то 3 или 4 скиншота именно 8 бит. Как бы изменений каких нету, но скиншоты как бы есть. Здесь мы видим стандартную BMW. Здесь мы видим, что она просто блестит. Даже на ее капоте отражается дом. Как бы вдалеке видно, что там находится бизнес. Получается агентство недвижимости. Ну, в принципе, все. Как бы бизнес там и так сейчас даже есть. Поэтому упор, возможно, сделан на ENB именно то, что отражение на машине дома там и так далее. Ну что ж, вот такое вот было видео, когда выйдет глобальное обновление. Я, честно говоря, не знаю. Но я надеюсь, что они выпустят его уже в следующем месяце. Потому что если они выпустят это глобальное обновление в сентябре и позже, то в этом никакого смысла не будет. А если они в середине июля выпустят глобальное обновление, и вместе с этим выпустят новый летний модпак, то я считаю, что просто Амазин взлетит реально. Будет хороший онлайн. Люди вернутся на проект и будет не скучно играть. Поэтому, если меня смотрят разработчики, то, пожалуйста, постарайтесь, поднажмите, отложите свои дела. Сделайте, пожалуйста, чтобы глобальное обновление вышло именно летом. Потому что если оно выйдет в сентябре, то вы сами понимаете, это учеба у всех. Мало кто будет играть. И поэтому лучше выпустите хотя бы либо в середине июля, либо в конце июля. Чтобы хотя бы был месяц у людей поиграть на новом глобальном обновлении и на новом модпаке. Я считаю, что если вы так сделаете, то по-любому онлайн поднимется, и проект, возможно, получит второе дыхание. Либо третье дыхание. Я уже не знаю, какое дыхание у Амазинга, но он все еще живой, и я хочу, чтобы он дальше процветал. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok